Как будто не... Такой риторический вопрос. Скажите мне, пожалуйста, вот зачем? Ну, я сказала своему сейчас гримеру такой же вопрос, она говорит, ну, потому что вузова. Я просто не понимаю, зачем я? Поставила так рано съемку. В воскресенье, когда вчера я сутки летела с самолета сразу же в салон красоты, потом на ужин. И в воскресенье я сейчас всем пишу. Мы сегодня еще едем на студию. Кое-что доделать. Никто мне не отвечает. Я не понимаю, почему в 9 утра никто мне не отвечает. Потому что в воскресенье все отдыхают, все спят. А я, слава богу, еще вчера вечером часов 11 принесла чуть-чуть на попозже. Вообще должна была в 8 утра встать. Встала в 9. Так вот вопрос, зачем я в воскресенье после перелета поставила так рано съемку? Ответ. Потому что я Бузова. Послушай подруга, вот она женская доля. Сила боли, сила в оле. Я не допила боль, ни в алкоголе, ни в коле. Женская доля, сила в оле. Послушай подруга. Мои танцы хочу пожелать всем, как отдыхать, скайфовать, и танцевать, как танцую я. Танцуйте в танках, если вас, если вас не смотрят, если вы не снимаете. А пока вы изливаете желчь, я уже с утра снимаюсь. В лобои, в Москве, в Москва встретила меня в гостей. Послушай подруга, вот она женская доля. Сила боли, сила в оле. Я не допила боль, ни в алкоголе, ни в коле. Женская доля, сила в оле. Какой симпатичный молодой человек со мной снимается сегодня. Что, возвращение воскресных роликов для вас, мои хорошие, очень важные вопросы затрагиваю я в своих социальных роликах. И уже в следующих воскресеньях будет новое видео для вас. А может быть и раньше, давно не снимала. Мои девчонки, мои девчонки, мои девчонки, мои девчонки, мои девчонки. Кто ждет бумажный дом? Мы! Ха-ха-ха-ха! Светом добра озарила свободу. Странцы двигали, ты моя румба, ты моя самба, ты моя сальза, ты мое тамб... Предлагаю потанцевать, чтобы как бы, да? Нет, просто потанцевать. Просто у нас в стране, получается, люди, кто танцует, сразу же возникают какие-то странные мысли. То есть... Причем танцуют все, а странные мысли только про меня. Давайте потанцуем, подвигаемся. В общем, ладно, просто меня так веселит. Просто знаю, откуда ветер дует. Кто вливает и распространяет про меня слухи. Бог тебе судья. Одно хочу сказать, Бог тебе судья. А я тем временем, во сколько в 7 утра, проснулась в 8 с 8, в прекрасном состоянии, поработала и приехала на студию. И мы сейчас будем такое делать. Дело важное. Да, Алёха? Да, да. Но сначала послушаем. Работаем сегодня на студии. Да, надо было послушать меня. Кое-что, у меня там кралочки. Кофе, чай? Кофе, чай. Кофе, чай. Кофе, чай. Кофе, чай, чай. Есть чай? Зеленый. Что мы будем делать? Или... Это из нового альбома. Я, микрофон и моя музыка. Отключаюсь на пару часов, минимум не теряйте меня, музык тайм. Продолжаю работать над... Ну, в общем, вы скоро сами все услышите. Да, просто есть английские слова. Ну, как? Так, так, так. Раз, раз. Раз, раз, два. Раз, так, 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 так. Это прикольный бетон поставили. Я не знакома. Ты понимаешь? Вы понимаете, точнее? Я так соскучилась бы к тебе. Это что? Ты даже не видела, что я тебя год не видела. Да, это моя девочка. Моя девочка ко мне приехала. А-а-а-а. Просто все, о чем мы говорим, это не для сториз. Да. Так, все, мы ужинать. Смотрите, какую я купила корочку у себя классную. Селин, да? Это... Это Селин Макс? Да. И моя красавица. Ой, какая-то у меня красивая. Просто неряб. Моя куколка приехала, вернулась. Такая красивая. Посмотрите, мне цветочки привезла. Подарила. Как это нежно. И ее. Сейчас у нас премьерочка будет. Да, модно. Моя девочка привела меня на ужин. Да, она привела. Мой столик. Посмотрите, как тут красиво. Машулик меня не видел еще блондинка. Мы только что обсудили, что мы сколько не виделись. Месяца полтора, да, где-то? Да, даже больше. Возвращение меня в блонд. Возвращение меня в страну. Ужина, я болтаю. Да. До сих пор никто не верит, что так холодно было в Африке. То есть мы не можем представить, что Африка и холодно. Но вы видели мои сторис, как мы мерзли, как я согревалась всеми возможными и невозможными способами. Уги, пижамы, все. Все, что только было, надевала на себя. И вот, представляете, мне стоило уехать из ЮАР, как вчера была зафиксирована самая низкая температура в Африке, в районе Юханасбург. Это там, где мы были. Олимпопо, минус 6 градусов, Карл. И выпал снег. Представляете, вот вчера просто мы только уехали. Так что в Африке тоже бывает холодно, как поистину на себя. Всем хорошего дня. Я впервые сегодня встала позже, чем в 9 утра. Потому что раньше вместе я вставала в 6, в 7, в 8. А сейчас бы денег стояло на 9. Я бы занималась домашними делами. И сейчас выложу нереально крутую новость в ленту. Мой хороший, я стала героиней обложки журнала «Хэллоу». Наверное, нужно как-то так говорить. Я на обложке «Хэллоу». Спасибо большое всей команде за профессионализм. Все самое интересное внутри. Я безумно довольна результатом. Мне очень нравятся и образы, и то, как меня накрасили очень так нежно. И был очень серьезный, душевный разговор. Поэтому покупайте журнал скорее, потому что его может скоро не стать. Я знаю просто, как быстро продаются журналы со мной на обложке, поскольку я очень редко сейчас даю интервью. Так что приходите «Хэллоу», напишите им приятные комментарии. Ну и ваше мнение мне интересно, как вам обложка. И кто уже купил, почитал. Интервью, жду вашей ответной реакции. Ваша Оля. А я еду. Сейчас вы увидите, куда я еду. Наконец-то! У меня все в порядке. Мои люди всегда со мной. Я не боюсь того, что будет завтра. Я знаю, что станут за меня горой. Тех, кому и сердце голодное. Сколько? Аленочка, боже. Наконец-то! Можно обниматься по-настоящему! А, как твоя рука? А, как твоя рука, как твое плечо? Вот моя рука, вот мое плечо. Я скучала. Я тоже безумно. Ну, блин, это вот Лея, господи, это Аленочка, которая, благодаря которой я не совсем разжирела в Африке. Которая мне присылала тренировки. Безиночки я себе оставлю. Конечно. Потому что у меня скоро сейчас еще будет много поездок. Еще до многих. Боже, мне даже не верится, что я приехала на тренировку. Кайф! В Африке привыкла заниматься спортом на улице, поэтому по приезду сразу же меня Алена повела на прогулку. Ну, прогулка будет сегодня у нас необычная, что что-то она уже цепляет. Тренер! Можно сегодня просто разминочку легенку? Ой, мамочки, мне кажется, завтра я не смогу уходить. Точнее, знаете, говорят, когда кажется, значит не кажется. Все, умой тренироваться. Довольно! Тренировка провела меня, замучила. Посмотрите, сколько атрибутов. Коврик, резинка. Потом, потом еще, еще. И такой вид. Кайф. Бокс объединяет. У меня сейчас еще тренировок по боксу. Ну что за красотка моя девочка. У нас сейчас бокс. Екатерина, сколько мы не виделись? Пару месяцев точно. Да, у меня нельзя было заниматься активно спортом после операции, которую я провела. Начинаем. И приведем тебя в форму. Да, да, хочется чуть-чуть это посушить лишнее, лишнее все. Наеденное сбросить. Ну вот это я понимаю. Вечериночка. Час тренировка с тренером, потом час бокс. И еще полчаса массажа. Мы через тернии в звездам, для нас невозможного нет. Всей страной на пьедестале оставим свой след. Только ради побед. Ну что, бодрый поднедельник, врываемся. Разминаемся, готовим плечевой поиск к работе. Какова же красота на свежем воздухе, а? Обещала шашлыки. Там, после. Четыре. Врываемся в понедельник. Пять. Шесть. Медленно. Стоять. Два. Вот и наше первое знакомство с флекс-диском. Три. Здорово. Технично. Медленно. Четыре. А вы что подумали? Вы занимаетесь? Мы гоняем тут. Футбол. Пять. Пять. Вверх. Шесть. Вверх. Семь. Мощнее вверх. Восемь. Медленно. Отлично. Четыре. Здорово. Медленно. Тягиваю. Пять. Четыре. 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 Начали другую ногу. Пять. Медленно. Шесть. Свободные руки. Петли просто задают упор. Семь. Ольга Игоревна справляется с этим монстром с первого раза. Один. Вот что значит спортивный человек. Два. Угол больше колена. Именно. Три. Семь. Восемь. Девять. Десять. Десять. Четыре. Пять. Активация больше. Шесть. Четыре. Отлично. Пять. Шесть. Семь. Семь. Восемь. Девять. А здесь добавили амплитуду. Два. Два. Три. Четыре. 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 Семь. Пять. Поддержка. Шесть. Где поддержка? Семь. На льду. Восемь. Девять. Десять. Два. Один. Да. Два. Когда отказал один бок и после планки не может подняться. Ольга, это что? Что? Курсы на Тверк? Дорога, ребята. Дорога. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Мед для ушей Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 наш экскурсовод. И мы куда приехали? Под Акрополь. Что я узнала, пока мы ехали до Акрополя, что Греция как отдельное государство существует всего 200 лет. До этого 400 лет была под турками, да. В общем, там копать вот не будем, уже новые слова нахватались. Но самое удивительное, что всего 200 лет существует Греция как отдельное государство. И я готова познакомиться с этой страной. I'm ready for knowledge. Смотрите мои stories, будет столько всего интересного. Может, тут так жарко. Наконец-то в Африке я замерз. Они с северных территорий сюда продвигались. Какие-то северные территории. Вот гора Олимп на севере Греции. Это самая высокая гора Греции. Они когда-то жили у ее подможья. Это Акрополь. Вот с Акрополя начинается город. И они здесь облюбовая эти места. И им очень понравился именно этот холл. Потому что он обладал замечательной характеристикой. Само по себе это была неприступная скала. 5 километров до моря исключая внезапность нападения. Потому что можно было подготовиться. 156 метров над уровнем моря эта высота давала замечательных. И сейчас там, да? 156 метров? Да. На все афинские рамки. И сюда в Афины, как Афины были знамениты своими философскими школами, приезжало колоссальное число людей аристократического происхождения. И мы приехали. Ну что, мы поднимаемся в Акрополь. Вы представляете, вот это вот мрамор. Что я себе делаю в квартире? Вот просто на дорожке спокойненько лежит мрамор. Богиня Афина и бог Посейдон за право покровительствовать городу. Это когда в таком оливковое дерево. Вот эти оливковые деревья в честь нее высажены в честь богини Афины. Вот это? Понятно. Вот это все оливковые деревья. Посейдон подарил соленый источник. А с ними не решили так оливковые деревья. Какие хорошие подарки делали раньше. Просто оливки. Мои хорошие, секрет, как я так уверенно строю свои планы. Всего несколько капель ингарон активирует внутриклеточный иммунитет и я в полной безопасности. Пока лето благодаря ингарон вы снова можете путешествовать в другие страны и чувствовать себя под защитой. Рекомендую. Так жарко. И как говорят в Греции, во-первых, воздух здесь особенный и солнце. Я даже не знаю, что я снимаю. Мои хорошие, поэтому снимаю не себя, а снимаю все вокруг. Солнце невероятное, которое все сжигает и остается только одна истина. Так говорят в Греции. И это очень прикольная фраза. Солнце, которое все сжигает и остается только истина. Наконец-то мне жарко просто. Невероятно, как красиво тут. Слушаю, слушаю все, запоминаю. Знакомлюсь с греческой культурой, знакомлюсь с афинами и уже восхищена этой страной и гордой. Чтобы вы понимали, мы только вот сейчас вот прошли, потому что много слушаем. Вот это вот вдали виднеется Игейское море и там Саранический пролив, да? Залив. Залив, господи. Йогурт тоже мне. Пятый век до нашей эры. Это рассвет финского государства. И Греция контролировала вообще все. Торговлю водительством. Да, ну вот, собственно, говорят, что мы сейчас видим. Не хухры, мухры вам. ...гостей из разных городов. Это паломники, да? Да, это паломники. И мы сейчас как паломники, да? И мы сейчас как паломники как раз по этой дорожке Две с половиной тысячи лет назад здесь ходили. О, балдеть. Просто история. ...ворота называются Пропилеи ворота. Ну, пойдемте скорее. Так, Мерешковский, мне дорог будет этот день, когда вступил я в Пропилей под вашу мраморную сень, что пены волн морских белеев. А, да. Изначально... Экскурсовод сказал, чтобы я обязательно сообщила, когда я здесь была. Сейчас два часа дня. Вот надо мной самый главный флаг страны. Мои хорошие, я ничего не выставляю в сторисе. Тут солнце, мне кажется, градусов 50. Ничего не видно. Я просто все снимаю, запоминаю. И уже когда приеду в отель, все поставлю вам, все расскажу. Интересно? Ставьте реакции мне. Посмотрите, где я. Не знаю, видно, нет? Посмотрите. Где я? Мама, я в Афинах. О, господи. Шауэр. Храним прическу для ужина. Как бы я просто вся... Малкунулась. О, хорошо. Ну, в Риме, кстати, больше таких фонтанчиков для воды. В Риме ходишь. Мои любимые там. Везде вода. Ты первый раз в 20-м? Нет. 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 Продолжение следует... 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 Парфенон И поменьше Эрехтеон Господи, вспоминайте, я сохраню все в сохраненных сторис Это мы на самой вершине Акрополя Вот Афина Боже, как круто! Моя мечта! Как это красиво! Соми, с себя не снимаю Снимаю и снимаю вам виды Потому что я мечтала здесь побывать Но за 25-летний раз я сносила 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 Я в моменте и пролетел, который я не заметил На своих двух и мне навстречу только ветер Мне светит солнце хоть и говорили в снегу, что мне ничего не светит Ой, мамочки, кайф! Колонны с завитками считаются как женская колонна И иногда вместо колонна И иногда вместо колонна Просто женские покажения Вот оливка Это подарок Афине Вот, запомнилось Это уже новая ревка Но она растет на 200 точек Которая была подарена самой Афина А источник соленой воды А источник соленой воды Поседона Вот он в полу Вот портик поседону посвящен И там в полу этого портика был источник соленой воды Я вообще не знаю что я снимаю Просто снимаю все Потом в гостинице все поставлю Мамы хорошие Посмотрите Чтобы вы понимали В гостинице вот здесь Вот эта белая церковь Как называется? Святого Георгия Вот я вам снимала Скортом снималась Вот сейчас я здесь Акропы Ах Это как-то типа Мужской Мужской Типа Говорят что Более строгий Тут я была только что Не все забываю Пока просто все случаю Кто хорошо учился в школе Кому эти названия будут знакомы Парфион Парфенон О господи простите меня Дуру грешно Парфенон И Эрих Эрихтеон Эрихтеон Парфенон 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 Ну и вот там Я живу Я живу Этот журналист у него же Программа Парфенон называется Парфенон Вот что осталось Парфенон Парфенон Фронтоны Парфенон Парфенон Не бойтесь Живите здесь И сейчас Жизнь одна Парфенон Можно было На самом деле спорта Мне Парфенон 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 Что acağım Парфенон 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 Это вот так выглядит. Сережки не взяла. Такие же у меня есть другие, но они с белым золотым бриллиантом. Но может в следующий раз. После других съемок добавлю себе в комплекте к сережке. Смотрите. Прямо по шейке. Девчонка, у меня дилемма. Пожалуйста, помогите. Я реально не знаю, что делать. Я собрала чемоданы. Все закрыла, упаковала. Сейчас погладить только вещи. Я уже выезжаю в аэропорт. Но мне кажется, что я взяла очень много вещей. И в итоге получилось два чемодана. Не три. Все, я из третьего раскидала. И вот как быть лучше в таких местах? В ситуациях лучше взять больше. Перестраховаться, либо все убрать. И потом в какой-то момент, ой, блин, а я это не положила. Это не положила. В общем, у меня сейчас дилемма. Из двух чемоданов делать один. Открывала, закрывала. Открывала, закрывала. В итоге вы мне помогли. И почти 70% проголосовали за два чемодана. Поэтому оставляем два чемодана. И эти туфельки тоже оставляем. Почему-то они такие некрасивые. Вообще. Но я взяла такие, по-моему, розовые. Так, это назад. Это назад к моей обуви. Оля, 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 Оля. Оно видно вода. Новая видна вода во всем. Оля, 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 Оля. Ждете трек? Выпускаем? Ну? Завтрак, ужин, не готовь. Просто ешь мою любовь. Ешь мою любовь. Ешь мою любовь. Ешь мою любовь. Наконец-то собралась. Муки выбора, в чем полететь. Сейчас будет об этом пост. А я в аэропорт. Субтитры сделал DimaTorzok В итоге два чемодана у меня и получилось. Как я не пыталась сделать один в аэропорту. Африка меня преследует, в аэропорту продаются такие носороги. Так, прикольно. Ну что, будем с вами играть в игру «Угадай, куда я лечу». Победитель получит подарок. Но поскольку вы можете угадать, наверное, я просто рандомно выберу. Играем с вами? Блин, как мне нравятся такие волосы, вообще-то я просто держу кулачки, чтобы завтра тоже они еще продержались. И чтобы красиво гулять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я очень надеюсь, что я успею поставить пост перед тем, как мы встретим. Давайте поиграем в игру. Сейчас буду писать текст «Угадайте город мечты моей, где я мечтала побывать». Кто ответит правильно? Правильно? Спасибо. Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует... 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 Такой был сегодня у меня ресторан шикарный, но уже поздно, поэтому я поужную у себя в отеле и шикарный ресторан будет завтра. Уже есть победитель, так что чуть позже я с вами свяжусь и отправлю вам подарок от меня. Я сходила в душ и пойду поужинаю. Мне многие написали, что мол, зачем ты такую укладку сделала, мои хорошие. Я просто рассчитывала на то, что завтра я тоже буду красивой, но у меня уже столько пушочек, надеюсь, что блок сохранится до завтра, чтобы завтра красиво гулять и выставлять красивые фоточки. Если что, всегда есть душ, можно помыть голову и просто пойти с мокрой головой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...